Диктатор всея Руси Владимир Путин посетил Северную Осетию, Кабарду и Чечню. Этот трехчастный визит оказался для многих неожиданным. И в общем стало понятно, что он приехал туда не просто так, а для чего-то. Потому что Путин чрезмерно рациональный человек. Все, что касается его интересов, его амбиций и его пристрастий, все это находится в фокусе его несбыточного внимания. И вот что привлекло внимание. Прежде всего то, что Путин последний раз был в Чечне в 2011 году, когда были митинги на Болотной. Тогда реально власть под его креслом закачалась и команда Медведева могла перехватить инициативу. И очень сильно Путин перепугался. Отправился к Кадырову, тогда он был еще премьер-министром, а Медведев, как известно, президентом. Все для него обошлось хорошо. И вот спустя 13 лет Путин вновь в Чечне. Он посетил мечеть, взял Куран, поцеловал, ну и все стали сразу восторгаться. Вот Путин уважает ислам. Что, конечно же, не так. Достаточно просто посмотреть все его высказывания относительно ислама. Самое главное его действие в отношении ислама и мусульман. Потому что тысячи и тысячи мусульман сидят в застенках. Как признал в свое время мемориал, мусульмане являются самой многочисленной политической группой, которые сидят за свои убеждения. То есть самая большая группа политических заключенных. Я уж не говорю о запрете Курана, которые тоже имели место быть всевозможной исламской литературой, запрет строительства мечети и всего остального. В общем, этот список можно продолжать долго и долго. Ну вот приехал Путин, сделал этот жест и вот все должны ему рукоплескать. Говорить о том, что смотрите, как он поддерживает ислам, как он поддерживает традиционные ценности. Еще один примечательный момент. Когда он приехал, прилетел в Беслан. Трагедия тамошней 20 лет. Он пришел на кладбище или на мемориал и встал на колени. Никогда такого не было. Почему же Путин стал каким-то вот мягким, пушистым, очень таким вот внимательным, хотя на встрече с отобранными матерями Беслана он даже не смотрел им в глаза. Стал опять гнать пургу про Запад, про неонацистов в Украине и все остальное. А ведь известно, что именно по причине того, что российские спецслужбы открывали огонь, палили в разные стороны и погибло так много детей. Так вот, возвращаясь к моему вопрошению, почему же Путин встал на колени? А потому что он чувствует слабость свою. Ему нужна поддержка. Он вновь включает этого актера. Типично чекистский прием. Говорить одно, делать второе, думать третье. То есть он тоже находится в таком трехчастном воплощении-развоплощении. И до сих пор остаются люди, которые верят ему. Человек, который 25 лет находится на вершине власти. Врет, обманывает, манипулирует, убивает, сажает. До сих пор находит отклик в чьих-то умах и головах. Так чего же боится Путин? Почему он стал таким шелковым? А он почувствовал угрозу, потому что продвижение ВСУ в Курской области, в Белгородчине, из попытки войти на брянском направлении, продемонстрировали в силу гнилость, слабость и эфемерность его вертикали и его режима. Он почувствовал угрозу. Поэтому он отправился на Северный Кавказ. просить, чтобы кавказцы собрали необходимое количество тысячи стволов для того, чтобы отправиться умирать за Путина, за его геополитические эти преступления и ошибки. всеобщую мобилизацию объявлять он боится. Потому что они видели, что случилось в сентябре 22-го года. Это он себе позволить не может. Прибавьте к этому то, что блокирует YouTube. Сайты сейчас пытаются заблокировать WhatsApp и Telegram. То есть создать абсолютно информационный и коммуникационный вакуум. Это, конечно, не добавляет доверия и авторитета популярности в народе. А если он еще объявит мобилизацию, так пиши пропало. Непонятно, что ведь беспощадный русский бунт, как известно, о чем писал еще Пушкин. Поэтому он отправился на Кавказ просить, требовать, умолять, чтобы Кадыровы и прочие дали ему десятки тысяч солдат для того, чтобы прикрыть коллапсирующий Курский фронт, Курскую дугу. Вот для чего он устраивает все эти показушные действия. Иного за этим не стоит. Путин реально боится потерять власть. Путин реально понимает, что в случае чего военные могут восстать против него. Недаром он обескровил Министерство обороны. И дело не только, конечно, в коррупции, воровстве и кумовстве. Этим пронизана вся российская система, иначе бы она не существовала. Просто он бьет по ним, боясь, что может возникнуть заговор военных. Известно традиционная историческая неприязнь чекистов и военных. и в царское время, особенно в советское, КГБ, ГРУ, все это имело место быть. И сейчас то же самое. Военные считают, что их сделали козлами отпущения, чекисты и Путин, которые как бы не воюют, находятся в тылу и гоняют старушек и людей за лайки. А эти, якобы, за них должны умирать и еще и нести ответственность за провалы. Это же недовольство растет в армии. Поэтому Путин ищет опору. Путин ищет опору и хочет, чтобы кавказцы, мусульмане, да и не только, умирали за него, за русский мир. За его это безумие. И, конечно, этого нельзя допустить никоим образом. Потому что Путину все равно на людей. Хотя они россияне, хотя они африканцы, хотя они кавказцы. Вот как бросил он их жителей Курской области и остальных. Как называл он вдов погибших подводников Курска сто долларов на букву Ш. Так он как относится ко всем. Это просто человек, который потерял разум, конечно. Абсолютно безумный диктатор. Но, как я сказал в начале, рациональный аспект, рациональное зерно самосохранение у него ярко выражено. И сейчас все его моральные силы, сейчас все его политическое устремление будет сконцентрировано на том, чтобы спастись, чтобы спасти свою шкуру. Иначе он понимает, его сделают виноватым в этом поражении. Ему придется отвечать. И он этого боится. Потому что рано или поздно кольцо вокруг него сомкнется. Будет сжиматься, сжиматься, пока его не прихлопнет. Причем свои же. Табакеркой, как это сделали с товарищем Сталином, близкие его соратники. Или при помощи шелкового галстука, как это произошло с Павлом. Средств очень много, в общем-то говоря. Путин это прекрасно понимает, что и в бункере спастись невозможно. Поэтому за всеми этими выкрутасами его кроется страх. Человек, конечно, ни во что не верит. Его суеверие это же не вера. Суеверие это попытка выкрасть время у неизбежности. Суеверие это попытка скрасить собственную немощность и неполноценность. Что и получается с Путиным. Они верят то в какие-то шаманские дела, то в религию бон, то поклоняются каким-то мощам, им без разницы, в общем-то говоря. Потому что эти люди поклоняются просто собственной власти. Вернее, собственной исключительности в некой ситуации. Что такое власть, по-настоящему, они, конечно, не понимают и не знают. власть. Продолжение следует...